Снимаю поближе то, что я вчера обещала. То есть я сейчас поближе и медленнее покажу, как пришивать, как вшивать, точнее, ушки в тело между двумя деталями. Вот так это выглядит. То есть это тот же петельный шов, просто мы протыкаем ушко насквозь. То есть петелька образуется сквозь прокол ушка. Сейчас я поближе все покажу. Для начала хочу вам показать, как правильно начинать сшивать фетр, потому что часто допускаются некоторые ошибки, и начало шва выглядит очень некрасиво. Допустим, некоторые могут делать так. Начинать шить вот так, то есть здесь уже видно, что есть узелок. Делаем петельный шов. И, как видно, это выглядит некрасиво. Здесь под наклоном, здесь какой-то треугольничек. Так делать не нужно. Сейчас покажу, как правильно начинать. А начинать лучше вот так. Мы завязали узелок. Вставляем иголку между деталями в заднюю стенку. Протягиваем. Таким образом у нас узелочек будет внутри. Мы делаем теперь петельку. И вставляем иголочку в переднюю стенку. Но иголочку назад мы не выводим, мы ее выводим в середину, между двумя деталями. И так у нас получается вот эта верхняя нитка посередине. Следующий стежок у нас будет ровным и аккуратным. И можно продолжать дальше шить. Ну и теперь мы подобрались к нашему уху. Это имитация. Представим, что желтая часть это деталь тела, а голубая это ушко. Протыкаем насквозь. Здесь оставляем петельку. Теперь выводим петельку сюда. Проходим сквозь деталь уха. И вставляем сюда иголку. Затягиваем. Не забывайте подтягивать нитку, пожалуйста. И продолжаем. Протягиваем. Я, конечно, шью контрастными нитями, чтобы вы видели, как это все будет выглядеть. И вот так мы пришиваем ушко. Здесь вот получается это лицо, это изнанка. И еще хочу показать, как правильно и красиво закончить обшивать деталь. Допустим, мы здесь начали, обшили. И теперь нужно нам сюда же вернуться. Многие это место заканчивают неаккуратно. Я вижу, особенно у начинающих мастеров, такое там понакручено, какие-то петельки. В общем, это место всегда очень бросается в глаза. Ну, я делаю это вот так. Вот мы дошли. И у нас осталось место для еще одного стежка. Но здесь мы его не делаем. Мы просто вставляем иголку в первую вот эту петельку, с которой мы начинали. И таким образом у нас получается нет перехода. У нас замкнулся круг. И остается сделать такую небольшую, ну, одну лишь лишнюю маленькую петельку. Вот здесь. Вот и все. Теперь мы тут закрепим аккуратненько. Подтянем. И теперь ныряем иголкой между двумя деталями, выводим куда-то ее сюда и затягиваем. Теперь ниточку эту можно обрезать. И вот, посмотрите, у нас практически не видно, где мы тут начинали и где закончили. Вот если присмотреться, есть такое небольшое место скрепления строчки. Продолжение следует... Продолжение следует...